Всем здарова, всем привет ребята, с вами Серега. Я как всегда на пасеке, сегодня днем приехал, сегодня замечательный день, ясно, не ветрено. В принципе там вся неделя классная, вот такая вот, 20 градусов тепла, наверное последняя теплая неделя. Ну или посмотрим, в принципе от погоды можно ожидать все что угодно. И я думаю именно под это нужно подстраиваться, пользоваться моментом, пока есть такая возможность. То есть, ребят, сегодня я вам покажу кардаван, там человек просил много раз показать ему кардаван, что там, ну какая ситуация с семьей, какое положение, какая сила на данный момент. И вообще что у них там происходит, скажем так, на октябрь месяц. Ну и как раз я, ребят, также подкормил еще раз сиропом некоторые семейки, в том числе и кардаван подкормил, дал сироп в октябре. То есть, мы тоже поговорим про эту тему, потому что многие пчеловоды, они стараются уподобляться другим людям, которые рассказывают про какие-то сроки, про все остальное. Ну и есть ряд пчеловодов, которые не ставят для себя каких-то рамок, а подстраиваются под свой регион, под свою погоду, знают какие у них медоносы. То есть, ну, и пытаются понимать, чувствовать и работать так со своими пчелами. Я один из таких же пчеловодов. Я знаю, чего ожидать, скажем так, от своего региона, какая у меня погода. Все я об этом говорил в ранних своих роликах. И я вот там, как некоторые старались закормить пчел до 10 октября, я говорил еще в недавних роликах, что я в том году кормил пчел даже 10 октября. И вот уже тоже октябрь месяц, и я еще некоторой семейке давал сироп. Я не считаю ничего страшного в этом. То есть, много сильно критиков писали мне в комментариях о том, что ты изнашуешь пчелу, и, в общем, потом они у тебя отойдут, и все остальное, и все прочее, в общем, писали. Вот ты должен закормить. Но я еще даю. Сейчас, ну как даю, я, в принципе, всю пасеку закормил. У меня только ряд таких семей, вот как раз одни из таких, что там где какие очень сильные, чем сильнее семья, тем больше они кормов съедают. То те приходится давать чуть больше сиропа, чем, скажем так, в большинство семей. Потому что больше пчелы, больше расплода, лучший обогрев и, естественно, больше употребления корма. И к этому же ряду относятся кардаван вот эти, тоже там люди писали, что они прожорливые, по ходу действия так и есть. То есть, действительно, они там кушают неплохо. Ну, ничего страшного. Купил, сварил сироп, дал. В общем, дал я сироп около трех дней назад. Два дня у нас была такая температура относительно прохладная. И они немножко плохо выбирали. Вот сейчас приехал, они буквально, я не знаю, наверное, за сутки все выбрали. То есть, выровнялась погода. Ну, в принципе, вчера она тоже была такая более-менее нормальная. А сегодня еще теплее. И, по ходу, выбрали почти все корма повыбирали. В общем, сейчас посмотрим на состояние кардаван. Вот там человек сильно просил. В общем, поехали, ребятки. Пчелы у нас пошли на облет. Ну, и поговорим немного о том, можно ли в октябре давать сироп. Вот видите, все пчелы вышли на облет. То есть, там человек писал. Главное, чтобы пчелы были в комментариях. Вот, в недавнем этом ролике, которым я снимал. Ну, вот, вроде есть пчелы летают тут. Трошки летают пчелы. Вот, в этом улье тоже там семья сильная на 14 рамок. Здесь отводки. Одни из первых отводков. Тоже сильные семьи. Хорошие. Ну, и в общем, сейчас посмотрим, ребят, кардаван. Здесь у нас тоже вот пчелы идут на облет. Солнышко пререло. Они сразу за работу. Вот видите, как облетается. Здесь тоже. Вот, в отводках тоже облетается. Все тут хорошо. Нормально-таки отводочки. Сильные, хорошие отводочки. Это хорошо. Короче, планирую я, ребят, может, еще уликов взять. Потому что, потому что уже лучше на басике работать, чем на работе за 7 тысяч гривен. Где от тебя требует. Давай, давай. Ну, короче. Такие дела. В общем. Вот давал тоже вот семейку. Соседнюю тоже сиропчик дал. Пчелка, вот он, видим, выбирает. Все хорошо. Сиропа стало относительно меньше. Но тут, наверное, уже в самом гнезде кормов просто много. Ну, они выберут его. Вот видите, пчелка пытается выбирать сироп. Да как, и не пытается, а работает и выбирает сироп. То есть, все нормально. 10-9 октября. Работает они все классно. Значит, сейчас человеку покажу, какой кардаван я показывал в предыдущий раз. Сейчас я покажу человеку. Такие пчелы интересные. Значит, вот кардаван, который я показывал в раннем, в ранних роликах. Вот такое состояние, видите, да, сильная семья. Все, вот они все на сиропе, отлично выбирают. Спокойные, отлично себя чувствуют. Пчелка вся ровненькая, идеальная. Клеща нет. Все хорошо. Пластины здесь были, я убирал, но еще не проливал. Ну, ребят, сейчас буду я как раз кардаван смотреть вместе с вами, то за разом и сделаем выводы по обработке бипином. Стоит ли начинать. Ну, вот видите, кардаван отлично. Я эту семейку показывал раньше, сейчас другую посмотрим. Я ту еще не смотрел. То есть сейчас посмотрим. Вот в этом улике посмотрим. Тут тоже кардаван у меня. Короче, сейчас поднимемся, что тут происходит, что тут творится, короче. Ну, я их так сверху тоже глянул, то тут они сироп почти весь выбрали. Ну, сейчас посмотрим на состояние. Вот этой вот семейки. Вот тоже, ребят, кардаван. Вот тут тоже, ну, практически столько же пчел, как и в том кардаване. Вот я им сиропчик давал. Почти они его весь выбрали и добирают. Ну, вот буквально за день. То есть, как видите, да, тоже у нас пчелы достаточно в зиму. Ну, жрут, конечно, они эти проглоты, свиньи эти. Я не знаю, куда оно им лезет, той сироп. Ну, мы сейчас с вами все равно посмотрим их. Что они из себя представляют эти. Также посмотрим на наличие сиропа. Ой, господи, расплода. Крочки мы их водичкой сбрызгаем. Чтобы они у нас вниз ушли. Сиропчик этот пока наберем в сторону. Также все эти кулечки, которые уже здесь не нужны. Уже здесь не нужны. Трошки их намочим. Ну, и посмотрим, что у нас тут творится в нашем кордаване. Если тут расплод. Да и вообще, какая обстановка. Значит, ребят, по поводу сиропа. Можно ли давать пчеле сироп? Значит, как я и сказал. Ну, вот видим, все залито, все блестит. Все хорошо. Первое, что вы оцениваете и всегда учитесь делать, это понимать погоду в своем регионе. И именно под эту погоду подстраиваться. Вы подстраивайтесь. И если у вас еще стоит стабильная теплая погода, то вы вполне можете дать своим пчелам еще сироп. Несмотря ни на какие сроки. Пчелки выберут его. И никаких проблем не будет. Вот видим, еще есть расплод в данной пчелиной семье. Значит... Также, ребят, по расплоду вы судите, можно ли давать пчелам еще сироп. Если матка прекращает засев, если уже в данной пчелиной семье мало печатного расплода, либо практически его вообще нету, тогда вы уже прекращаете сиропом. То есть, все. Пчелы, они сами дают вам понять о том, что уже холода близко. То есть, матка прекращает сеять у вас. То есть, это тоже вам, так сказать, звоночек, который говорит вам о том, что сиропом пора прекращать. Если же у вас еще есть печатный расплод, вы вполне... Ну, и стабильная теплая температура, вы вполне можете подкормить своих пчелок сиропом. И, как бы, я же говорю, ничего страшного в этом нет. В-третьих, ребят, смотря какая и у кого зима. Если такие зимы, как у меня, допустим, в моем регионе, у меня зима теплая. У нас, вот, южная сторона, у нас частые перепады, зимы не крепкие. И уже, начиная где-то, по-моему, даже с февраля месяца, с конца февраля месяца, матки уже начинают сеять. Матки уже начинают класть яйцо. И поэтому это тоже будет своего рода дополнение пчел в гнезде. Пополнение пчел в гнезде. То есть, даже если вы там износите какую-то часть пчелы, хотя вы ее не износите, в этом ничего страшного нет, потому что матки среди зимы еще вам подсеют. Подсеют. И вы то, что вы потеряли, вы пополните. Так, вот наша маточка. Я думаю, вам видно. Не знаю, видно или нет. Короче. Вот такой вот кардаван и такая вот сила пчелиной семьи. Так что многое зависит от того, как вы знаете и понимаете, какая у вас погода. И нет никаких сроков там до 10 сентября. вот еще у нас. Смотрите, сколько расплодов. Расплод еще есть. И это говорит нам о том, что еще будет теплая температура, еще, скажем так, есть время. и этого времени. И этого времени более чем достаточно, чтобы, допустим, успеть подкормить пчел сиропом. Успеть подкормить, успеть дать им сироп. по обработке бипином тоже пчелы нам дают понять то, что мы еще не можем обрабатывать бипином. Потому что есть три рамки с расплодом.